привет вы на канале таранжел планет на сегодня расклад как справиться с проблемами и как продержаться на плаву у нас расклад такой советами да мы выясним какие проблемы суть проблем суть отношений и как в принципе справляться да со всем этим у нас три колоды подумайте о своей проблеме и выбирайте загадывайте колоду расклад интуитивные проиграется не у всех не у каждого смотрите что у вас откликается то и принимайте над тем и работайте первая колода у нас колода затмение с черной кошечкой 2 колода это все вот эти два у нас оракула дорогу 2 на 40 тьмы и света и у нас еще это тоже таро но называется он повседневный оракул ведьмы все таки вот это больше оракульные системы а вот эта система таро ну вот называется она оракул ведьмы так как будем рассматривать проблемы будем естественно смотреть на оракулах и получать необходимые советы итак у нас оракул первый кто выбрал первую колоду оракул затмение давайте посмотрим что же у нас там происходит с нашими проблемами давайте посмотрим какова же суть проблем у вас довольно таки хорошая карта но когда хорошая карта выпадает на суть проблем то можно сказать о том что есть какая-то безответственность есть наивность нет развития когда очень много хорошо и стабильно суть проблемы в том что нету развития когда слишком много хорошо это тоже бывает стагнация именно такие карты говорят о том что хорошие времена рождают слабых людей слабые люди создают тяжелые времена тяжелые времена рождают сильных людей силы не хватает суть проблемы у нас да именно из-за этого идет разочарование идут разочарование от нереализованности давайте посмотрим на истинную причину сложившейся ситуации здесь может быть и поездка и расстояние и вынуждены были уехать или вынуждены уезжать или тут разочарование до того что могли быть дороги закрыты и вы не смогли реализоваться или уехать смотря какая у вас проблема карта про поездку про дороги она может быть неоднозначная для кого-то наоборот закрытые дороги кому-то вынужденное состояние уехать плюс разочарование плюс они реализованные какие-то свои мечты и желания связанные с этим развитием вот тут буквально крылья вырвали до обрубили на что называется много разочарования летать уже так не хочется поэтому человек находится в легкомысленных отношениях в легкомысленном состоянии к проблеме давайте теперь посмотрим что у нас по недавнему прошлому недавнее прошлое освободились от каких-то проблем освободились вот чего-то такого что вам позволило идти дальше в этом недавнем прошлом это освобождение вам поэтому позволило так легкомысленно относиться к сегодняшней ситуации она привела к стагнации да вы освободились это было хорошо но нужен новый путь или разбитие в этом же пути но это в принципе хорошие вопросы хорошие ну это уже не проблемы да здесь уже просто по этой карте надо выстраивать новую цель в жизни давайте посмотрим что же у нас на помогающие и противодействующие силы вашей жизни будет выходить до противодействует какая-то магия и продевать не противодействуют сплетни черная кошка про черную кошку говорят казачок-то засланный да кто-то следит с какими-то меркантильными интересными ты мне я тебе черная кошка она молчалива и в черной кошкой сплетни конечно же есть такие скажем так завистники в ваших полях в ваших вибрациях которые вас обсуждают понимают что вам слишком хорошо живется так со стороны наблюдают до сплетни все равно маленькие но идут в принципе тут какие-то обстоятельства да тут они с одной стороны помогают вы прекрасно знаете что вас сплетничают вы понимаете что нельзя вот тут вот легкомысленно относиться и на одном и том же месте сидеть да как дельфин прыгать под луной и ничего не делать плавать и наслаждаться время разбрасывать камни время собирать сплетни они так подгоняют скажем так под попу подпины вают но и с другой стороны когда нет уверенности сплетни могут противодействовать и еще в совокупности с черной кошкой да с посланником таким следящим с меркантильными интересами они могут противодействовать когда человек себе не уверен он начинает спотыкаться черную кошку человек боится ошибиться в принципе это страх до ошибок когда человек слишком загоняется в суеверие и готов уступать дорогу черной кошки а сам идти другой дорогой вот постоянно черная кошка где-то что-то перебегает человеку и испугавшись то ли черной кошки да то ли своих ошибок человек застой находится и ничего не предпринимает и сплетни тоже по этому поводу собственно где у вас откликается смотрите да прекрасно знаете о сплетнях прекрасно понимаете кто это может быть прекрасно чувствуете где кто какие препоны вам ставят в виде черных кошек прекрасно понимаете от чего-то старого освободились это было хорошо прекрасно знаете где вы разочарованы где у вас откликается составляете да эту ситуацию давайте посмотрим как над этим поработать и давайте посмотрим о чем же будущее конечно же грянет гром конечно же будет гром и молния не без этого рано или поздно все должно произойти как должно произойти не бывает такого чтобы в застое до что-то было вечно что-то было так благополучно все-таки гром не грянет мужик не перекрестится молния она как шальная пуля куда захочет туда и ударит молния говорит о том что тяжело забираться но когда мы расслабляемся да вот в этом состоянии очень быстро и легко падать и все-таки это такое благословение небес когда придется взять себя в руки строить планы и избегать вот таких вот молний тучи сгустились о чем-то все-таки скажет вам вселенная да как вам поступить или просто такая ситуация произойдет что придется двигать своей попой давайте посмотрим все таки как удержаться до на плаву как справляться со стрессами со сплетнями с разочарованиями как отпускать все это прошлое давайте посмотрим какая вот ваша личность сейчас до ваше представление о себе чем вам это может помочь что собственно поможет с одной стороны это конечно для женщины это хорошая карта если сейчас вот смотрят женщина меня тут она благородная женщина на сравнение императрицы она изобильна на популярно она задействована в общественной деятельности это в принципе хорошее представление о себе это значит что есть потенциальные силы справляться с проблемами что есть мудрое управление жизнью в этой личности женщина управляет не только своей жизнью жизнью семьи и жизнью детей и жене мужа потому что она организовывает там весь быт это в принципе хорошая карта мы сейчас смотрим на на чем мы будем удерживаться вот это вот скажем так точка опоры если смотрит мужчина мужчина должен полагаться на женскую интуицию и быть более мягким и мудрым это не значит что он будет вести себя как женщина это значит что он все-таки мудрый все-таки женщина она психоэмоционально может быть даже сильнее потому что умеет плакать и для мужчины до для мужчины быть женщиной плохо но в каких-то точках опоры когда нужно поступить как женщина например мудро или мягко стоит принимать вот вот эту вот сторону в каждом человеке есть и женское и мужское просто в мужчине больше мужского в женщине больше женского для мужчины тут на чем удержаться на мудрости по женщине на хитрости на том чтобы прислушиваться к другим женщинам это для личности будет очень благоприятно давайте теперь посмотрим отношению вашей семьи и друзей тут идет ребенок ребенок трактуется по-разному сейчас несколько трактовок расскажу вам в отношении если идет с друзьями то это новые друзья новые какие-то отношения новое начало новый путь вместе новая дорога в принципе это говорит о том что поездка вот тут вот рядом да у нас стоит с поездкой не все так плохо как вот казалось если у кого-то были закрыты дороги значит сейчас открываются другие дороги в другую сторону а если у кого-то из-за вынужденного отъезда разочарование то знаете да что это привело все равно к новой дороге что открытые дороги что за открытые дороги привело вас туда куда в принципе надо где вы и должны быть если отношение семьи говорить к вам относятся как к ребенку да есть какие-то инфантильные моменты или же может проигрываться эта карта как у вас ответственность за ребенка в семье да и друзья могут да тоже так носиться к вам как к инфантильному человеку ну тут в принципе у нас есть инфантильность уже в дельфине но в принципе это благородная карта да это говорит о легкости о том что вы легки на подъем но понятно почему вам завидуют и почему какие-то препоны из черных кошек идут понятно почему сплетничают тут понятно что все вам в жизни дается легко хоть вы и разочаровываетесь просто не все люди видят как вы расстраиваетесь например и разочаровываетесь давайте посмотрим на ваши надежды и на ваши страхи страх у нас стоит соперничество боитесь за как соперник проигрывается да если суть проблемы в отношениях то конечно же это соперник или соперница в третьем лишним если суть проблемы связана с работой это кто-то метит на то же место на что и вы что идет борьба соперничество за работу или тот кто вам противостоит вы боитесь этого человека хотя он ничуть не лучше чем вы просто у страх глаза велики нагнетаются до какие-то моменты в бизнесе это также может быть соперничество конкуренция если суть проблемы да у вас в бизнесе все-таки если суть проблемы какая-то другая до пишите в комментариях что у вас за проблемы и я вам отдельно дополнительно напишу до чем речь до в чем суть вашей проблемы выбрали эту колоду что вам еще не хватило в трактовке всех этих моментов давайте посмотрим на окончательные результаты почему-то при всех хороших картах при благополучных все равно вы расстраиваетесь у вас вот тут вот по личности вот по вот этим вот по картам вам то на что вы опираетесь момент это хорошие но вот вы сами себе разбиваете сердце я тут могу сказать что не можете изменить ситуацию изменить отношение к ней у вас же все получается в жизни все получается легко вы сами переживаете из-за этого тут вот я могу вам как совет сказать за разбитое сердце за переживание за ваши слезы вам никто не заплатит это неоплачиваемые так сказать работа легко сказать не переживай постарайтесь просто на это смотреть с другой точки зрения под другим углом давайте посмотрим что под другим углом под другим углом засядете за ожидание медведей его из берлоги тяжело понять а если уж подняли до что называется сани летом приготовили если уж поднялся медведь то все никто не успеет убежать всем всем будет плохо так вот посидите может быть типа грустите но и как на кольце у соломона было написано это пройдет и на другой стороне было написано это тоже то есть вот разочарование тут прошло для освобождения прошло и сплетни прошли и разбитое сердце и соперничество и все это пройдет если все-таки расклад на отношения давайте посмотрим если у вас проблемы в отношениях было то это токсичные отношения вам больше не нужны тут идет болезнь она вам не нужно отпускайте тут ар прямо идут соперники разбитое сердце все-таки это об отношениях если в плане работы то и работа не ваша нету там развитие карьерного роста надо будет уходить другую сторону как бы она легко не давалось у нас была первая колода для тех кто выбрал колоду затмение давайте переходим к следующей итак кто выбрал колоду номер два оракул тьмы и света называется давайте сосредоточимся на попросим на запросе и посмотрим суть проблемы и ваши текущие обстоятельства обстоятельства сейчас хорошие как-то у нас беззаботно проходит это время у нас на первой колоде да какие-то беззаботные моменты были и на второй колоде еще отголоски хорошего время препровождения до сих пор присутствует но конфликт назревает да уже здесь иногда может конфликт назревать в отношениях иногда конфликт может назревать внутренней потому что непонятно какой будет результат куда в конфликте она пойдет надо взять ответственности и обязательства свои руки идти дальше принципе у нас на первом раскладе в колоде затмения тоже был об этом же намек немного по-другому но был об этом же да давайте смотрим что у нас по по истинной причине сложившейся ситуации ложь человек угол рядом и тут совет такой по карте со своим мужа эго как следует работать самому не лгать и фильтровать как следует те слова те речи что рядом люди вокруг говорят уже король человек рядом угол обманывал долго находились вот заблуждение скажем так и возможно до сих пор находитесь но судьба то она не дремлет когда идет речь об эгоизме человек только заходит в комнату и про него говорят коронный потолок корябает о чем речь да вам самим тут чтобы вибрации совпадали надо отслеживать свое пространство отслеживать тех людей кто рядом кто вокруг они зеркалят они говорят они подсказывают просто своим поведением как вы себя ведете и тут когда идет ложь вы тоже непременно можете прибегать к этой лжи поэтому здесь истинно сложившиеся ситуации причина это ложь иные люди которые лгали и вам совет тут лгать нельзя максимально честно или максимально как-то искренне истинно и открыто давайте посмотрим что у нас в недавнем прошлом стояла глупые поступки на недавнее прошлое идут курица она довольно глупо понятно почему много легкомысленности понятно почему нет ответственности понятно почему ложь это была глупость да какие-то глупые такие поступки и когда рядом ложь и рядом лживые люди еще рядом глупые люди что происходит окружение начинает человека снижать уровень его развития человек опускается в прокастинацию ничего не хочется ничего делать не надо кроме как развлекаться с одной стороны по колесу фортуне да можно и по развлекаться но колесо фортуны она такое да на нем покатался или тебя в удачную сторону понесет или в неудачную такая карта она вроде как с одной стороны удачная но с другой стороны она смотрите куда поворачивает смотрите куда что было до смотрите какие истинные причины сложившейся ситуации у нас были и что у нас по недавнему прошлому и давайте посмотрим помогающие и противодействующие силы вашей жизни закрытые дороги вас останавливают у вас останавливают специально не дают идти вас останавливают специально во первых дороге вам закрыты надо их открывать тут вот не видно да куда идем вроде как все прозрачно тут женщина закрытыми глазами человек не знает куда ему идти надо вот этот уровень убирать в жизни уровень глупости глупых поступках поступков и тут такая борьба идет что вас приостанавливают рядом люди вас не верят идет ложь рядом люди не верят в то что вы можете до дороги закрывают и нивелирует эту ситуацию останавливают приостанавливать любую вашу борьбу если это в отношениях то борьбы за отношений она не результативно будут будут закрыты дороги не будет результаты в отношениях в любом случае что вы боретесь что не боретесь в общем то один результат если все-таки проблема у вас то на чем вы сосредоточились связано с бизнесом или с работой не дают развиваться не дают какие-то проекты реализовывать не дают по карьерной лестнице двигаться останавливают давайте посмотрим что же на будущем да что на будущем а вот тут идет восковая отливка значит нужно открыть дороги это очистки вот это вот карта через восковую отливку она идет через чистку давайте посмотрим нужна очистка просто для открытия дорог вам или же какой-то негатив да стоит давайте на дополнительном магическом блоке посмотрим утекает время зазря корма кормулечка у вас такая сейчас значит будем по карме работать у кого отношения это значит влияние приворота на вас у кого проблемы с отношениями с глупыми поступками и с ложью вот этого уже короля рядышком то знаете да тут ложь такая идет от приворота у кого связано с работой с бизнесом это идет закрытие дорог по карме сейчас карма она иногда из прошлой жизни тянется иногда уже и в этой жизни человек что-то отрабатывает это надо смотреть отдельно карму всегда надо смотреть отдельно расклад на карму вещь отдельный ну в общем то то проблема которая сейчас происходит в вашей жизни кармические сложенная проблема могу помочь вам вот только через восковую отливку отлить открыть вам дороги открыть пути кому еще не делала отливки а кому уже делал да кто ко мне обращался кому я помогала надо просто уже там по-другому поработать но в принципе дороги можно открыть давайте посмотрим на нашу опору данным на что опереться как держаться на плаву как все таки с проблемами справляться давайте посмотрим на вашу личность на реальную и на потенциальное представление о себе ключи то тут уже паутиной покрылись все дороги были открыты а вы сами не пошли оттягивали по времени тут в принципе выходила у нас на блоке время до утекающие вот это вот утекающее время она в принципе тому подтверждение что бесплодно да это все что смерть все равно временем настигает время в вашей жизни ограничено очень много времени вы не задействовали все свои силы и ресурсы чтобы развиваться сейчас время прошло результата нет и уже как бы поздно все эти ресурсы использовать но есть один положительный момент что в вашей жизни пока не поздно что когда бы вы начали все равно не поздно развиваться сейчас не поздно но это уже других ресурсах то иногда старых каких-то о том о чем мечтали давно но забыли или отложили в долгий ящик и закрыли его на ключ вот сейчас придется вам достать свои внутренние силы и резервы для развития вы на самом деле для других людей представляетесь закрытым человеком да не раскрываете ни своих тайн ни своих планов и поэтому вот представление людей о вас она в таком ключе кажется и так что у нас по отношении в семье и с друзьями давайте посмотрим по отношению охлаждение идет в семье с друзьями ну тут понятно что есть закрытые моменты в реальной личности до в проявлении и вы сами себя таким кажетесь да еще и с охлаждением скрываете до свои проблемы не знаете с кем поделиться и не знаете кто бы собственно вам мог помочь в этих проблемах поэтому нужно отливка поэтому нужно дороге открыть нужно консультация медитация кому нужна моя помощь и обращайтесь давайте теперь посмотрим ваши надежды и страхи вот у нас опять время идет что у вас ограниченное количество времени в ресурсах вы боитесь не успеть тут действительно дан стоит задуматься исходя из чего жить может быть и не важно успеете вы или нет просто подумайте вот о чем да тут часики то текут если об отношениях то не важно главное чтобы вам было тут хорошо комфортно и экологично лично вам используйте все время что у вас есть сколько бы у вас не осталось если временно у вас показывает на бизнес на работу и у вас там усекает какой творческий пив потенциал вы перегораете что там кто-то считает возраст не тот у меня там для развития делайте что вам нравится может быть тогда вы обретете гармонию самим собой или сама собой и вас не будет волновать время у нас уже второй раз до подтверждающих карта утекающего времени уходит это в принципе просто негативная установка вы зря на нее опираетесь чтобы как-то это все пережить через страхи зря на этот страх опираетесь надо опираться на то что время поможет вам забыть все старое начались заново что-то другое давайте посмотрим окончательный результат окончательный результат у нас панацея чем же говорит панацея что все-таки вы счастливы будете но до сих пор будете пребывать в иллюзиях если в отношениях то просто усыпят вашу бдительность не будьте пожалуйста вот в этом состоянии на в глупом положении это усыпление бдительности всегда когда мы принимаем таблетку мы первое время видим что она нам помогает потому что мы сами в это поверили но мы поверили в иллюзию так ну давайте посмотрим тогда что же вам делать да с этой иллюзии вам надо будет преодолевать препятствия иначе никогда не вырветесь там где вы живете там где вы находитесь иначе никогда не вырветесь из этого состояния иллюзии так и будете бояться времени так и будете бояться так и будут закрытые дороги давайте открываем дороги через отливку и будем не через борьбу через преодоление препятствий через накопление опыта работать в принципе это что в отношениях что в работе что в карьере что в бизнесе карта горы она конечно с одной стороны говорит о трудностях но с другой стороны говорит о том что до путь большой гору за один день не преодолеть еще есть такая китайская мудрость китайская пословица если женщине надо она сквозь гору пройдет вот тут вот прям вот нашли путь вырубили дыру в горе и проходят значит и вы найдете такой же путь да он нелегкий ну вот например проходить эту гору также тяжело как например вот столько же времени уйдет сколько прокопать но вот этот прокопанный туннель вам намного дольше пригодится это говорит об опыте если в отношениях говорить то отношения какие-то другие надо начинать с кем-то другим с кем-то более ответственным не лживым если говорить о работе то смотреть на ответственности и умственные способности там начальников начальником смотреть на состояние подчиненных до понимать что у вас время по обязательствам ограничено если говорить в сфере бизнеса о чем этот результат в бизнесе это значит обход конкурентов чтобы не находиться вот в этом состоянии что у нас все хорошо но на самом деле нет надо прорубать буквально вот это вот окно сквозь горы в другой мир как в свое время петр первый как окно в европу то есть искать новые пути совершенно другие творческие преодолимые решаемый ну вот через творческое какое-то решение проблем это большое дело большой путь не значит что сразу вы его пройдете и тем не менее это значит что все не так уж плохо и давайте перейдем к следующей колоде следующая колода у нас повседневные араку ведьмы для тех кто загадал третью колоду давайте смотрим что у нас по проблемам да какая проблема давайте посмотрим на суть проблемы и текущие обстоятельства так но тут у нас с одной стороны дороги открыты на другой стороны все-таки паш пентакли он уловилась куда вот многие из дома тянут если говорить об отношениях куда хер туда и ноги если говорить о путешествиях каких-то до о бизнесе до сфере бизнеса слишком много разменивается ресурсов много тратит налево и направо давайте посмотрим про все эти текущие обстоятельства да вот они налево направо тут опять расстояние идут поездки непонятно куда ехать тут тут потрачено там потрачено результаты какой тут выбор 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 опять идет позиция выбора не справляетесь да с постоянным выбором с постоянной приверженностью суть проблемы нет приверженности и что у нас выходит когда все есть толку нету есть только разочарование хотя вот тут стоят три кубка стоит перед человеком рядом человек стоит не удымевает же все есть какие хочешь кубки бери за чего ты расстраиваешься я не понимаю дал тот человек просто вызывает рядом люди не понимают из-за чего вы расстраиваетесь а вы на самом деле везде в разные стороны потратили вложили и думаете что какой-то может быть не тот путь выбрали все когда-то вложено и не вернулась и не знаете для чего это сделано да может быть она лет через 10 пригодится вы думаете зачем мне это сейчас ну в общем то совет карты благодарите все то что у вас есть хотя бы она не растерялась да вы приобрели это благодаря своему опыту ну путь лучше лет через 10 пригодится чем через 10 лет вы скажете ой а у меня была возможность а я ее не использовал поэтому по этой карте конечно же не стоит расстраиваться давайте посмотрим истинную причину сложившейся ситуации тут идет закон когда у нас идет проблемы с юстицией карта идет законом принуждение да по закону тут могут быть всякие предписывающие судебные акты документы суды и в принципе другие обязательства и требования которые нужно выполнить официально понятно что это какая-то такая тяжелая ноша ну вот или это официальные предписания или если это проблема с отношениями то это связи с выясненными обстоятельствами приходится вот ты мне должен или ты мне должна и каждый кто-то чему-то кому-то должен ну или же это все-таки действительно уже какие-то судебные разборки пошли состояние статуса судьи иногда по этой карте проигрывается она как не судим да не судим будешь не суди да не судим будешь потому что что в отношениях тебя не осудят что в работе тебя не осудит а если уж осудит вот тут две кошки дерутся защищаются тут приходится защищаться давайте теперь посмотрим недавнее прошлое недавним прошлом это уход от 2 прошлого ну да ну было то ушли от старых проблем но это же наоборот хорошо развернулись ушли не пожалев даже то что оставили это сейчас вы сидите расстраиваетесь да что вы от этого ушли а тогда ведь когда уходили разворачивались от всех этих проблем пусть там даже изобилия было достаточно но вы же знаете что вы себя не на помойке нашли и не размениваете себя как бы там не было выгодно не продавайте себя да за то что вам некомфортно то есть иногда человек готов терпеть много терпит готов терпеть ради какой-то выгоды но иногда это выгода настолько мизерно и ничтожно что человек по большей степени в большей части придает себя продает даже себя да за выгоду поэтому тогда когда вы ушли от этого вы же тогда не жалели что в недавнем прошлом так произошло давайте посмотрим помогающие и противодействующие силы вашей жизни люди рядом помогают хорошие помогает вам быть но и тут в принципе одни помогающие силы противодействующих сил нету что у нас идет есть король пентаклей человек который вас поддерживает вам помогает человеком семейный любит пригласить на пир на праздник из противодействующих моментов что тут может быть что еще не созрела ситуация вы к чему-то не готовы вы к чему-то не созрели тут виноград еще виноградники незрелые по этой карте вы очень много вложили результата не видите сейчас но это сейчас но будет все но попозже шестерка пентаклей это то самое благородство когда женщина всем помогает всем раздает она помогает и старым и молодым детям да и старикам и родственникам и предкам в принципе результат будет стоит чуть-чуть подождать поэтому я бы даже сказала что это не те обстоятельства до которые вам будут мешать в развитии в развитии вот то что тут было но не будет мешать все эти судебные моменты как-то вы ушли до от проблем даже наоборот хорошо вы ушли от проблем проблем нету вам удалось выкрутиться давайте посмотрим на будущее выкрутиться удалось а психоэмоционально сломлены до другие люди до сих пор победу празднуют над вами давайте посмотрим дороги то все равно открыто да они вас научили но они вам открыли дороги да вы прожили какой-то такой тяжелый период вас сломило это все да они до сих пор празднуют свою победу да вы не можете как следует на ноги встать и тем не менее тройка жезлов она говорит о том что вот вам они дорогу зато указали нато благодаря им благодаря этой ситуации вы знаете как жить дальше все равно встанете на ноги рано или поздно по этой карте да по этим двум картам что у вас будущем произойдет просто сейчас подумайте осознайте о том что уже было в вашей жизни вы когда-то падали но поднимались в какой-то другой постаси в каком-то другом новом качестве вы поднимались все равно с колен здесь будет то же самое просто сейчас вы чувствуете вот это состояние что вам плохо что все неправда что вы не верите что вы встанете нет встанете вы встаете еще другим покажете как как она как она бывает давайте теперь посмотрим на вашу личность на реальную потенциальную и представление о себе ну вот она грустим зазря там же вот смотрите рассвет происходит вот заката вот рассвет ночь пройдет наступит утро ясное солнце взойдет здесь уже выдуманная такая надуманная грусть надуманная одиночество уже она такая унылая да она уже говорит о том что ну вы сами себе понапридумывали и на вас со стороны люди так также смотрят что все время грусти прошло погрустили хватит надо продолжать радоваться жизни благодарить вот опять эта карта до подтверждение этой карты благодарить то что имеем будет рассвет есть такой момент психологический когда человек сидит в темноте ему приходят тяжелые темные мысли а когда человек светлом помещении светлое время суток приходит положительные мысли почему говорят утро вечера мудренее на ночь думать ничего нельзя и ночью тоже никаких действий предпринимать нельзя ночью все действия все мысли они негативные поэтому ночью надо спать поэтому все остальные да какие преступные моменты происходят под покровом ночи и нечесть влазить под покровом ночи они просто активизируются они эти элементарии до духи начинают возбуждать темные мысли темные состояния здесь просто стресс да просто надо ночью спать и перестать грустить до постепенно уже понимать осознавать что все хватит грустила грустил встаем дальше нету ничего непоправимого до был суд да все это было до меня победили но сейчас вы же вывернулись из этого до были в состоянии успеха вот он успех что-то не дозрела но она дозреет дороге открылись это же наоборот хорошо и причем люди вокруг знают что дороги у вас открылись давайте посмотрим на отношения вашей семьи и друзей но вы конечно не 100 долларовая бумажка чтобы всем нравится ну что тут у нас идет как-то негативно теперь относятся к вам не все вас поняли вас может быть это и расстраивает но вам с этими людьми не жить по этой карте конечно чем говорит эта карта о том что кто-то слишком заигрался и теперь как это исправить непонятно и вокруг люди до негативно настроены пятерка мечей она такая я всех победила но всех вокруг обидела тут конечно есть над чем задуматься пошли по головам кого-то обидели кого-то задело кто-то недоволен вокруг кто-то прям заплакал кто-то испугался а вы входите вражда кураж такой что ага прямо есть какое-то всемогущество хочется до победить на этом поприще хочется победить когда тебя победили это желание какой-то такой мести еще эта карта говорит о личных границах том что вы больше не пускаете никого не доверяете никому к себе вы больше никого не подпускаете давайте посмотрим на ваши надежды и страхи надежды и страхи но в принципе карт хорошие по страхам я бы сказала что вы ничего не боитесь но тоже не переусердствуйте чтобы вот сюда вот опять не впадать потому что по страхам что вот тут взорвалось да и все понеслось в разные стороны что вы тут вот чуть-чуть пережали и ситуацию переиграли и все полетело в разные стороны поэтому вам тут как совет карт развитие будет все пойдет хорошо бизнес пойдет хорошего русла карьера пойдет в хорошее русло все-таки это у нас туз жезлов и все это пойдет в умеренном состоянии также эта карта говорит о том что находитесь в медитации до находите баланс и уверенность чтобы не было больше вот такого отношения у семьи и друзей друзей обидели да и вы тоже на друзья обиделись они в свое время вам не помогли друзья вам не помогли в свое время да и вот тут вот буквально они способствовали что вас всех победили они не поддержали не было их рядом здесь одиночество и здесь одиночество да и раз уж вы решили быть одиноким человеком или одинокой женщины то так тому и бы и даст начали прямо слишком рубить перестали общаться с вами перестали общаться сначала была внешняя агрессия осталась она во внутренней части я не могу сказать что это плохо по этой карте можно сказать что это просто изменение личности вы просто осознали это все поняли и готовы меняться до будете медитировать да будете развиваться просто в свою сторону кто не нужен из ваших друзей он уже отвалился ну так тому и быть тут поэтому не переживайте что и друзей что из окружения что что любимые люди вы не знаете какие сплетни вас идут со стороны вас бог просто уберег от них да вы тоже были не правы давайте посмотрим на окончательный результат окончательный результат это прямо-таки буквально празднование успеха ну что я тут могу сказать это же хорошая карта празднование успеха отлично будем праздновать успех почему бы и да и творческое решение проблем творческое молодое юные это новые какие-то технологии до новые интересные открытые свободные правила игры это хорошее русло туда куда вы идете это хорошие моменты единственные негативные карты были тут это одиночество то что вы проиграли вас утопили но и вы тоже постарались остальные момент положительные вашей жизни ну что ставьте лайк под видео подписывайтесь в комментариях пишите что и как у вас проигралась интересен ли вы вам был мой расклад и кому нужны мои личные консультации жду вас ссылка в описании желаю вам удачного дня и хорошего настроения пока пока